27 декабря 1979 года на территории Афганистана были введены советские войска. Споры о том, насколько необходимо было участие в чужой гражданской войне, не утихают. Афганскую войну многие считают бессмысленной, но у самих участников другое мнение. И им важно донести эту правду до потомков. Поэтому несколько лет они добивались открытия зала афганской славы в Краеведческом музее. И, наконец, их идея стала реальностью. Весной 1979 года гражданская война в Афганистане вылилась в вооруженный переворот. К власти пришел новый президент. Но новая власть была чревата появлением враждебного государства у границ СССР. Поэтому было принято решение о вводе советских войск в Афганистан и свержении нового президента. Цель была достигнута, но выбраться из воюющего государства не удалось. Капкан афганской войны захлопнулся на 10 лет. Не дай Бог никому, вот я говорю больше молодому поколению, испытать вот эту беду в своей семье. Потому что, конечно, каждый день, когда вы вернулись, неважно, кто был два месяца, кто был год и кто два года, это постоянно останется, это беда в той семье, где это было. Поэтому дай вам Бог ныне присутствующим здравствующим здоровья. Дай вам Бог уверенности в том, что поколение, которое растет в наших малых городах, оно не подведет никогда и никогда не спасует. И неважно, правильно все понимают или не понимают задачи государства. Оно скажет, да, если ты воин, если ты мужчина, то ему обязательно нужно помочь. Войны на Ближнем Востоке имеют долгую историю. Окончательно внутренние противоречия арабских стран не прекращались никогда. А сейчас они разгорелись с новой силой и показали, насколько опасными могут быть для всего мира. Не допустите выплеска терроризма в пределы нашей страны. С этой миссией погибают российские солдаты в Сирии. Немногим отличалась цель советских солдат в Афганистане. Поначалу говорили, что это все бесполезные смерти, ненужные были действия. Но сейчас уже все больше и больше историков склоняются к тому, что эта война была не бесполезной, а точно такая же, как и во Вьетнаме, точно такая же, как и в Сирии сейчас идет. Мы защищали интересы нашего государства, не давали возможности в течение более девяти лет проникнуть реакционному мусульмализму на наш Кавказ. Из Рассказово и Рассказовского района в Афганистан уехали 177 человек. Пять из них не вернулись. Остальные привезли боль и ужас, которые и по сей день не покидают их сердца. Какую бы цель не имела война, она останется войной. Погибали молодые ребята или возвращались со скалеченными телами и судьбами. Участники Афганской войны хотят донести до молодого поколения, что любая война – это проявление мужества, готовность в любой момент выполнить приказ своего государства. Об этом говорят экспонаты открытого в Крывечевском музее зала афганской славы. Я, например, отдал зеленый берет, я пограничник, и это было что-то, но просто я уже действительно думал о будущем, чтобы наши детки на все это смотрели. Также Панаму было. Ну да, жалко, но это не тот случай, когда нужно жалеть. Нужно отдавать также и военные ботинки. И, ну, очень много я вещей отдал, и это ремень, терняшку, грамоты у меня еще с армией оставались, я их тоже отдал. Ну, я уже вот даже подумываю отдать свой воинский фотоальбом. Хотя мне многие отговаривают, это все-таки память. Ну, память мы все не вечная, а музей, я считаю, что это вечная вещь, и пусть люди смотрят. Память о событиях в Афганистане попытались стереть из истории как ошибку, поэтому многие молодые люди ничего не знают об этой войне. А ведь советские солдаты воевали целых 10 лет, борясь с проявлениями мирового терроризма. В каждой войне нужно в первую очередь видеть чужие жизни, потерянные или израненные. Именно для того, чтобы потомки увидели и поняли их боль, солдаты, воевавшие в Афганистане, пять лет вынашивали мечту об историческом уголке памяти в Краеведческом музее. И теперь он открыт и будет пополняться. Но не позабыть тех дорог, нет, не позабыть тех тревог, мужеству урок, что той страной нам был дан. Не забудем мы тебя в памяти всегда храня. Дарья Белозерова, Наталья Киселева, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказыва. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует.